Здравствуйте! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Февральские законы. Кто теперь будет решать вопрос о ликвидации медучреждений в городах и районах края? Мирская суета. Алтайские католики добиваются возвращения здания старого костела через суд. Книга «Любовь моя». Какие истории хранит знаменитая барнаульская шишковка, которой исполнилось 130 лет? В Алтайском крае стали шире смотреть на вопросы благоустройства территорий, городов и районов. Сегодня депутаты Краевого Заксобрания приняли закон о том, что правила благоустройства могут регулировать не только, например, чистоту территории, освещение, внешний вид фасадов, но и содержание и выпас домашнего скота и птицы. О других законах, принятых на сегодняшней сессии, в нашем материале. Первым вопросом сессии стали поправки в закон о рассмотрении обращений жителей региона в различные органы власти. Если раньше жители могли направить часть обращений в электронном виде, а документы, например, по обычной почте, то теперь нужно пользоваться только одним из способов связи для удобства рассмотрения. Поправка небольшая, но для отдельных жителей, возможно, важная. Другой закон касался большего числа людей. Теперь правительство Края будет решать, каким образом будут проводить общественные слушания о ликвидации медучреждений в территориях. Участие депутатов разных уровней, участие общественности, населения тех населенных пунктов, где такие решения могут быть приняты, они на сегодняшний день законодательно не были урегулированы. Внеплановый вопрос. Фракция ЛДПР предложила учредить еще одного уполномоченного правозащитника. На этот раз по правам инвалидов. Мы знаем, Саня, что у нас количество инвалидов каждый год увеличивается и растет. Это связано в том, в первую очередь, с тем, что у нас увеличивается продолжительная жизнь. И если у нас будет такой уполномоченный, мы с вами можем себе точно дать ответ, что очередь в его кабине будет бесконечной и каждый день. Но поддержки профильного комитета, а в итоге и большинства, инициатива не нашла. А вот закон о том, что можно регулировать правилами благоустройства, споров не вызвал. В федеральных нормах под правилами благоустройства понимают вопросы озеленения, освещения, установки детских площадок – 17 пунктов. В крае добавили 18-й – порядок содержания и выпаса скота и птицы. В сельской местности, говорят депутаты, безнадзорно гуляющие животные могут и подпортить облик территории. Когда в каждом муниципальном образовании, подчеркиваю, в каждом, в зависимости от особенностей, будут предусмотрены какие-то правила выпаса, места, выгула и так далее, естественно, возможность будет наказания. А центральным событием сессии стал отчет руководителя главного управления МВД России по Алтайскому краю Олега Тарубарова. В целом по краю и большинстве муниципалитетов отмечается сокращение преступности. Лишь в 11 сельских районах зарегистрирован рост, при этом темпы снижения превышают тенденции, которые складываются в Сибирском федеральном округе и в целом по России. Как отметил Олег Тарубаров, Федеральное министерство внутренних дел признало краевое управление лучшим в стране по итогам 2017 года. Неудивительно, что отчет главы МВД депутата одобрили единогласно. Также сегодня депутаты запретили людям, которые неоднократно нарушали закон в административной части, входить в народные дружины и создавать их. Народные дружины, напомним, это общественные органы охраны правопорядка, которые создаются на время какого-то мероприятия. Ну, например, для города, для обеспечения правопорядка. Теперь люди, которые нарушали административное законодательство, входить в них не могут. А раньше могли. Такой вот был пробел законодательства. Кроме того, теперь народных дружинников будут страховать от несчастных случаев при исполнении. Такой была эта сессия ЗАГСобрания. Ждем следующий. Василий Морозов, Андрей Печоркин. Наши новости. В Бийске будут судить 54-летнего мужчину, который обманул местных жителей на 26 миллионов рублей. По данным прокуратуры, подсудимый в начале 2000-х создал потребительский жилищно-накопительный кооператив «Наш дом». Сюда обращались люди, которые хотели улучшить свои жилищные условия. Директор кооператива деньги от них принимал, но намерений исполнять обязательства перед всеми дольщиками у него не было. С 2005 по 2013 годы у действия обвиняемого пострадало 32 гражданина. Им в общей сложности за этот период времени было внесено более 26 миллионов рублей. Граждане вносили эти денежные средства, планируя улучшить свои жилищные условия. То есть это либо приобретение квартиры в строящемся доме по улице Советска в городе Бийске, либо на вторичном рынке жилья. Отметим, по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы». В Алтайском крае полигоны ТБО принудительно переведут на общую схему регулирования тарифов. Ранее они устанавливали их самостоятельно. Об этом во время правительственного часа в Краевом Заксобрании рассказал начальник Краевого управления по государственному регулированию цены тарифов Сергей Ротт. Сегодня в Крае тарифы установлены на шести полигонах твердых бытовых отходов в Барнауле, Бийске, Славгороде, Яровом и Волчихе. Остальные принудительно переведут на новые тарифы в течение месяца. Регоператоров по обращению с твердыми отходами будет выбирать Минстрой Транс. Их будет минимум семь. Тарифы установят за сортировку мусора, а также за негативное воздействие на окружающую среду. Для регоператоров будут регулировать цену на конечную коммунальную услугу в рублях за один кубический метр образованного мусора. Услуга, собственно, внутри наполнения. Это перевозка первое-второе плечо. Первое плечо – это перевозка с места образования отходов до места первичной сортировки. Второе – с места сортировки до места захоронения или утилизации. Добавлю, что тариф планируется установить и на переработку мусора. Сибирские католики намерены через суд ускорить возврат здания бывшего барнаульского костела, в котором сейчас находится аптека. Накануне они подали исковое заявление в арбитражный суд Алтайского края, требуя завершить передачу. В числе ответчиков – администрация Барнаула, Краевое министерство имущественных отношений и даже лично губернатор Александр Карлин. Подробности у Ильи Кочеткова. Здание на проспекте Ленина, 44. Десятилетиями горожане знали его как аптеку, и лишь старожилые краеведы помнят, когда-то, до революции, оно выглядело иначе. В начале 20 века это был католический костел. В 30-е годы советская власть его реквизировала и сильно перестроила. Лишь в 2012 году Краевая власть и католическая церковь договорились о возвращении здания в соответствии с федеральным законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Как нам сообщили в Новосибирской епархии, в их ведомстве находятся алтайские католики, Краевое управление имущественных отношений обещало передать здание не позднее 3 февраля 2018 года. Был готов даже проект реконструкции, но, как нам сообщили в католической епархии... Письмом от 20 ноября 2017 года нас проинформировали о том, что с постановлением тайского краевого законодательного собрания здание и земельный участок, расположенные по адресу Ленина 44, переданы в собственность муниципального образования города Барнаула. Они ничего не объяснили. Вот раньше объясняли это еще в 90-е годы, что там аптека, некуда аптеку переложить и так далее. А в этот раз пока объяснений никаких не было. После этого, по словам епископа, процесс передачи вновь заморозили. Мы, обратившись за разъяснениями в пресс-службу правительства Алтайского края, также объяснений не получили. Там нас перенаправили в администрацию Барнаула, откуда, в свою очередь, пришел довольно сдержанный ответ. Здание по адресу Ленина 44 передано в муниципальную собственность города Барнаула в конце октября 2017 года. Исковое заявление в администрацию города Барнаула не поступало, поэтому оценить характер заявленных требований и их правомерность не представляется возможным. В исковом заявлении католическая епархия просит отменить постановление о передаче здания городу и завершить процесс передачи здания католикам. Как пояснил епископ Иосиф Верт, сегодня в краевой столице в распоряжении католиков есть лишь небольшой молельный дом. Он вмещает до ста человек, тогда как верующих в разы больше. Когда арбитражный суд рассмотрит, иск католиков пока неизвестно, но епископ заверил, что твердо намерен поставить точку в почти 30-летней истории передачи здания. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Виновник смертельного ДТП в Барнауле Алексей Бекташев скончался от онкологического заболевания. Такая информация появилась в социальных сетях. В паблике Барнаул-22 ссылаются на родственников Алексея Бекташева. Отмечается, что молодой человек умер еще 16 февраля в Рубцовске, а похороны состоялись 18 числа. Однако в краевом суде информацию о смерти виновника резонансного ДТП нашим корреспондентам не подтвердили. Кроме того, сообщили, что продолжает изучать материалы дела. Напомним, Алексея Бекташева, устроившего смертельное ДТП в центре Барнаула, обвиняют в гибели двух людей. Авария произошла весной прошлого года. Молодой человек, управляя автомобилем БМВ, на огромной скорости ехал на красный свет. Врезался в Ладу и сбил девушку на пешеходном переходе. Она и водитель Лады от полученных травм скончались. Барнаульские троллейбусы и трамвай наконец застрахованы. В регионе желающих так и не нашлось. Заключить договор удалось только с московской компанией. Напомним, срок страховки у 33 троллейбусов и двух трамваев истек в конце января. Но, несмотря на отсутствие полисов ОСАГО, водители выходили в рейсы в принудительном порядке. Таково было распоряжение руководства Горэлектротранса. Застраховать транспорт получилось только спустя две недели. Наши обращения в ряд региональных филиалов страховых компаний с просьбой заключить договор обязательного страхования транспортных средств остались без удовлетворения. 14 февраля 2018 года предприятию удалось урегулировать возникшую проблему с помощью страховой компании «Диамант». Договор с ней заключен на один год. По истечении этого срока Горэлектротранс на сайте закупок разместит новый лот на оказание услуг по обязательному страхованию. К другим темам. Крупнейшая библиотека региона отмечает день своего рождения. Шишковке 130 лет. Сегодня библиотека – это несколько этажей книгохранилища и более полутора миллионов печатных изданий. Но в нашем сюжете мы решили рассказать не о ценных экземплярах, а о людях, для которых библиотека имени Шишкова стала вторым домом и даже судьбой. Нет ничего более постоянного, чем временное. С этим выражением Тамара Заковряшина согласна, как никто другой. После университета молодая Тома хотела быть учителем истории, но свободного места на тот момент в школе не оказалось. Думала, дождется вакансии и уйдет. Но вот уже 30 лет Заковряшина работает в библиотеке Шишкова. С ностальгией вспоминает студенческие годы. Говорит, раньше здесь было гораздо многолюдней, только в день библиотеку посещало примерно полторы тысячи человек. Мы ходили сюда, чтобы конспектировать работы основкорников марксизма-ленинизма, работы Ленина, Маркса. И даже за этими книжками, хотя их было в предостаточном количестве, все равно была очередь. А вот директор библиотеки Татьяна Егорова всегда мечтала здесь работать. Рассказывает, детство прошло в военном городке. Там была замечательная библиотека. Женщина, которая выдавала книжки, Татьяне казалась невероятно красивой, умной и грамотной. Тане хотелось быть на нее похожей. Егорова шла к своей цели не напрасно. В Шишковке она встретила свою судьбу. Будучи еще студенткой, я работала в патентно-техническом отделе. Мы выдавали литературу по экономике, мы выдавали патенты, техническую литературу. Здесь в библиотеке я познакомилась со своим мужем. Он приходил сюда как читатель. Аллу Гусеву в библиотеке знает практически каждый. Почетному читателю уже 84 года. И всю свою сознательную жизнь она приходит сюда за книжками. В зале каталогов чувствует себя как рыба в воде. Говорит, библиотека – лучшее место отдыха. Даже сейчас, когда на пенсии. Дома отвлекают бытовые дела. Здесь есть возможность сосредоточиться. Вот только с возрастом читательские предпочтения Аллы Александровны немного изменились. Ну, конечно, больше в гуманитарной. Когда появилась дача, еще появился и зал, где есть медицина и огород. Шишковка отмечает 130-летие. Меняя адреса и названия, главная библиотека региона стала судьбоносным местом для миллионов людей. Кто-то приходит сюда за знаниями, а кто-то за вторыми половинками, как пришла когда-то Татьяна Егорова. По словам директора, этот год будет особенным для всех. Практически все мероприятия так или иначе посвятят дню рождения. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости. В Краеведческом музее сегодня отметили 100-летие Красной Армии. Сотрудники исторического фонда открыли военную выставку с уникальными фотографиями и личными вещами тех, кто защищал Родину в советское время и в наши дни. За неяркому каждому сроку будете привлечены к ответственности по уголовному кодексу. Первыми экспонаты увидели школьники и студенты. Сотрудники музея рассказали, как формировались краевые военкоматы, показали образцы боевых наград, макеты оружия, таких как АК-47, кавалерийская шашка, маузер. Особое место в экспозиции занимают личные фотографии героя России из Алтайского края, летчика Олега Пешкова, погибшего в Сирии. В здание музея перевезли экспонаты из сгоревшего дома афганцев. Многие из них повреждены и требуют реставрации. Сегодня мы их не могли в эту выставку поместить и выставку расширили мультимедийной презентацией. То есть в электронном варианте все музейные предметы, они у нас сохранились. К олимпийским новостям. Жители края так и не смогли дождаться трансляции с олимпийского Пхенчхана, где должны были состояться заезды сноубордистов. Именно в этом виде спорта выступает представитель нашего края Андрей Соболев. Старты отборочных этапов были назначены на 10 утра по барнаульскому времени, но организаторы решили их отменить из-за сильного ветра. В итоге квалификацию в параллельном гигантском слаломе перенесли на субботу. Теперь же и отборочные этапы, и финал пройдут 24 февраля. Увидеть Соболева на дистанции жители края смогут в 7 утра по барнаульскому времени. После начнется финал. Андрея Соболева эксперты еще задолго до начала игр в Южной Корее назвали одним из главных фаворитов на золотую медаль. Из-за болезни в барнауле остался личный тренер спортсмена Андрей Пепеляев. Нам удалось связаться с ним по телефону и узнать о шансах спортсмена. Мы поговорили с ним, что он говорит, наоборот, хорошо, что в один день все. Потому что в основном уже всегда старты проводятся в один день. Привычно, предчувствие-то, конечно, охота, чтобы выиграл. Давайте повременим чуть-чуть, и все будет ясно, зачем загадывать. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не высыпаетесь? Формула сна, усиленная фитомелатонином для быстрого засыпания. Формула сна усиленная помогает выспаться за короткое время. 23 февраля на большей части территории края мокрый снег, местами метель, на дорогах сильная гололезица. Ветер юго-западный порывистый, местами до 20 метров в секунду. Температура в Славгороде – минус 11, минус 5 в Рубцовские камни на Аби, минус 4 в Заминогорске, 3 в Бийске, 2 градуса мороза в Белокурихе и минус 1 в Олейске. В Барнауле в пятницу снег, метель, гололед, ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура ночью – минус 16-18, днем – минус 5-7 градусов мороза. У меня все новости к этому часу. Телефон редакции в Барнауле – 722-440. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова